Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 18 ноября, Православная Церковь совершает память святителя Ионы, архиепископа Новгородского. Святитель Иона, архиепископ Новгородский, в миру Иоанн, рано остался сиротой и был усыновлен одной благочестивой вдовой, жившей в Новгороде. Она заботилась о воспитании мальчика и отдала его в школу. Блаженный Михаил Клопский, встретив однажды Иоанна на улице, предсказал, что он будет архиепископом Новгорода. Иоанн принял постриг в Отинской пустыне в 50 верстах от города. Был игуменом этой обители, откуда новгородцы в 1458 году избрали его в архиепископы после смерти святого Ефимия. Святитель Иона пользовался большим уважением в Москве. И в его святительство московские князья не посягали на независимость Новгорода. Московский митрополит Святой Иона был другом новгородского святителя и хотел видеть его своим преемником. Архиепископ Иона построил первый на новгородской земле храм в честь преподобного Сергия Радонежского в 1463 году. Заботясь о возрождении преданий новгородской церковной старины, он вызвал в Новгород известного составителя житий святых Пахомия Логофета, который написал на основании местных источников службы и жития наиболее известных новгородских святых. К этому времени относится начало основания Соловецкого монастыря. Святитель Иона оказал большую помощь и содействие устройства обители. Преподобному Зосиме он выдал особую благословенную грамоту, по которой отдавал вместе с мирскими властями Новгорода во владение новой обители весь Соловецкий остров. После многих трудов святитель, чувствуя приближение своей кончины, написал духовную, завещая похоронить тело его в Отинской обители. 5 ноября 1470 года, причастившись святых тайн, святитель отошел ко Господу. Случилось так, что в течение сорока дней могилу его не засыпали, а тело его оставалось нетленным, и поэтому ее вовсе не засыпали, но устроили поверх нее возвышение. В XVI веке весь монастырь целиком сгорел. Гроб святителя Ионы успели вынести на монастырскую площадь, и он только один остался невредим. Несшим его он показался необыкновенно легким, а после пожара его еле подняли. Так он был тяжел. В XVI веке два инока Отинского монастыря плыли в лодке в Москву с грамотами к царю. С ними плыл по своим делам купец, имевший при себе казну. Кормчий решил его ограбить и направил лодку на камень. Она перевернулась. Испуганные путники воззвали к святителю Ионе, и никто из них не утонул. Даже монаха, не умевшего плавать, прибила течением к берегу, а на другой день всплыла и с ума совершенно сухими грамотами. Утонул только кормчий. Атаман одной казацкой разбойничьей шайки был приговорен царем к смерти. Осужденный взмолился святителю Ионе, и царь помиловал его. Настало смутное время. Шайка этого самого атамана подступила к Котинскому монастырю. Но атаман вспомнил, как святитель Иона спас его и запретил своим казакам грабить монастырь. До наших дней дошло послание святителя к митрополиту Феодосию, написанное в 1464 году. Житие святителя написано в виде краткой записки в 1472 году, издано в памятниках старинной русской литературы, а также в великих минеях-четях митрополита Макария под 5 ноября. В 1553 году, после открытия мощей архиепископа Ионы, составлено слово об этом событии, принадлежащее Перу Иноко Зиновия Отинского. Особое сказание о чудесах святителя встречается в рукописях XVII века. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников Галактиона и Епистемии, святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, отцов Поместного собора Церкви Русской 1917-1918 годов, апостолов от Семидесяти Патрова, Ерма, Лина, Гая, Филолога, святителя Григория, архиепископа Александрийского, священомученика Гавриила Масленникова, пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и неоскудивающей помощи Божией по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!